Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня огромные роллы, специально большие сделала. Еще плюс, на Макдональдсе была бесплатная доставка. Я решила, конечно же, не упускать такую возможность, хотя последнюю неделю постоянно вроде как там бесплатная доставка. Но все же, Айка, конечно же, пользуется скидками. Я обожаю скидки, акции, когда вижу. Не могу устоять, даже если недавно Макдональдс был, если там бесплатная доставка, мне все равно хочется заказать еще. Я думаю, блин, такой возможности потом не будет, надо воспользоваться и так далее. Роллы, конечно, огромные, просто посмотрите на этот размер. Роллы с огурцом. Я хотела с авокадо, а потом оказалось, что с авокадо нету, поэтому взяли с огурчиком. Я почитала ваши комментарии под прошлым видео. И реально очень много людей писали умные вещи по поводу нашего дивана. Я как-нибудь вам во влоге обязательно сниму и покажу все состояние дивана. Вы до этого видели, да, особо таких сильных пятен на нашем диване не было. Камера не особо передает состояние дивана. Ну, он весь в разводах. Теперь. Я почитала комментарии, начала нервничать, если честно, потому что многие писали, что мы тоже вызывали клининг и нам дали чистый диван. То есть помыли нормально. Чем больше я читала подобные комментарии, тем больше я чувствовала себя лохушкой. Но мама начала, мол, я обещала этой девушке, что я не буду жаловаться. Забей, будем считать, что эти деньги потратили на благотворительность. Спорить с мамой я уже не стала. Потому что я знаю, если я буду спорить, там начнется «Тебе жалко на мать какие-то гроши». У меня мама вообще обидчивый человек в таких вещах. Вот, поэтому я решила не спорить, но к вам хочу обратиться, мои хорошие. Я к вам отношусь как к своей семье, вот абсолютно искренне говорю. Дураки учатся на своих ошибках, а умные люди учатся на чужих ошибках. Если вы не сталкивались с такой проблемой, с которой столкнулась я, вот вызвали клининг. Сразу говорить, вот мой диван, если ничего не отмоется. Если станет все еще хуже, я вам платить за это не собираюсь. Не делайте, как мы. У нас просто эти диваны, диваны-кресла, точнее, да, они как бы такие старые, еще из России мы привезли их. И мне жалко. А вы представьте, если был бы какой-то крутой, дорогой диван. И вот пришли бы, привели бы в такое состояние. Девушка, даже не закончив свою работу, сразу начала давить на жалые, что вот, когда на нее жалуются, срезают зарплаты. Она, наверное, изначально знала, что у нее не получится, или очень часто на нее жалуются. Но если ты эту работу не можешь выполнить, откажись от этих услуг. Устройся на другое место работы. Или сразу, как приходите, скажите, то есть мы не несем никакую гарантию, что ваш диван отмоется. Мы просто вот сделаем вот эти манипуляции, а как будет, там будет. В общем, мой вам совет, мои хорошие. Как только пришел клининг, скажите, вот пятна, вот-вот-вот. Сможете отмыть? Вообще, надо было нам сначала заказать клининг только одного кресла. Посмотреть на результат, а затем уже продолжать работу с ними. Ну, не просто так вслепую. Мама еще ковры собиралась им отдать. Ну, в общем, сегодня не об этом. Так чисто выводы из этой ситуации. Обещала ответить на вопрос Назрин Назаровой. Буквально три дня назад она написала этот комментарий. Я что-то не как. У меня все постоянно темы, темы для разговоров есть. Смотрю тебя и восхищаюсь. Очень теплые слова написала Назарина. Огромное спасибо, честно. Мне даже как-то стыдно их зачитывать, как будто я сама себя нахваливаю, когда я читаю подобные комментарии. В семье у нас работает только муж. Нормально зарабатывает, но мы совершенно не умеем откладывать. А ведь у нас двухлетний ребенок, и надо дофига всего сделать в этой жизни. Как начать копить? Я хочу рассказать свою историю, как я начала копить деньги. Как это все началось, мои первые денюжки. В общем, сначала я, получается, поступила в универ. я начала заниматься ногтями. Я никогда не была суперпрофессионалом. И прям делала там такие заоблачные дизайны. Такого не было. Но я делала ногти очень дешево. Использовала недорогие гели. Совершенно недорогие. С алиэкспресс, там, блюзка и все дела. И в результате этого у меня получалось, что себестоимость маникюра была очень низкая. Я могла делать по очень дешевой стоимости. Но, несмотря на это, все держался. Посмотрите на мои ногти. У меня уже месяц этот маникюр. Это очень дешевое покрытие. То есть, самый дешевый материал. Но нигде ничего не скалывается. Все держится. Идеально блестит. Офигенно. Месяц хожу с маникюром. Поэтому я не видела смысла, если честно, покупать дорогий материал. Но, возможно, я, как сказать, умею работать и такими. Что я делала? Как я копила? Большие роллы. Не помещаются во рту. Из-за очень низкой стоимости клиентов было много. И недовольных тоже не было, потому что гейлак стоил очень дешево. 200 рублей, прикиньте. 250. А в то время так много мастеров ногтевого сервиса не было. Поэтому, как бы, стоимость этой услуги в салонах стоила около 2000. Это сейчас на каждом углу пилят и по любой цене можно найти. Тогда это было не так. Сейчас любой, кто не знает, чем заняться, просто идет на курсы либо визажа, либо причесок, либо ногтей. В общем, я каждый день делала ногти, наверное, трем-четырем девочкам. И получалось, что в целом я зарабатываю около 1000 рублей. Я в рублях вам говорю, чтобы вам было удобнее, потому что большинство моей аудитории все-таки из России. Вот. И получается, 1000 рублей я заработала. 500 рублей я сразу откладывала себе на карточку. Я открыла карточку в банку в Баку. Там у них была очень выгодная акция. Бесплатно ты получаешь карточку. И плюс денежки, которые ты кладешь на эту карточку, сверху капают проценты. Карточка в то время называлась Болкарт Голд. Я старалась каждый день отложить 500 рублей. Я каждый день шла в универ. И по дороге в универ у меня как раз-таки был банкомат Банков Баку. Я раз эти 15 монат закинула себе на карточку. Завтра опять закинула. Для меня не было варианта, что можно эти деньги оттуда вытащить. Ни в коем случае. Какие бы проблемы не были, я ни в коем случае эти деньги оттуда не трогала. Иногда бывает, например, 3-4 дня нету клиентов. Я себе в чем-то отказывала. Например, девчонки идут куда-то там в кафешку посидеть. Я понимаю, что нет. У меня 3-4 дня не было клиентов. Денежку я отложила. А то, что я отложила, я обратно не беру. Вот. Как-то выкручиваюсь. Потом я начала понимать, что там на карточке собирается неплохая сумма. Если вы не можете копить, я вам советую не хранить деньги дома под вашими глазами, где вы видите, хотите их потратить. Наличку, то, что вы собираетесь потратить, можете как раз держать дома. А то, что вы откладываете обязательно в карточку и забудьте пароль от этой карточки. Я всегда умела копить деньги. Всегда. У меня даже была ситуация, у меня была классная руководительница, у которой была очень сложная операция и очень-очень странно на самом деле, но классная руководительница попросила в долг денег у моего отца. Для меня это было очень странно, потому что между моим отцом и классным руководителем не было никаких их отношений. Почему она попросила деньги именно у папы? Обычно человек просит у своих подруг, у знакомых, а моего папа она видела раза 3-4. И тогда у моего папы не было денег и папа сказал, деньги есть у твоей ученицы. И классная руководительница была просто в шоке от того, что у меня есть эта сумма у девочки, которой 10 лет. Откуда? Я умею себе отказать. Я не люблю тратить все деньги. Вот когда я купила себе квартиру, я потратила все деньги, я еще была должна. Мало того, что я потратила все, что у меня есть, так еще я и должна всем вокруг. Для меня было это очень некомфортно, неудобно. Даже, дай бог, когда я буду покупать машину, я не хочу покупать машину на последние прям деньги. Вот у меня, например, будет миллион, к примеру, да, просто условно, миллион рублей. Я машину куплю на 700 тысяч, чтобы 300 тысяч у меня лежало. У меня парень всегда восхищается этим моим характером. Он всегда говорит, очень сложно найти такую девушку, которая постоянно копит, что-то думает о будущем. Обычно, говорят, женщины тратят все деньги. Но я бы не сказала, что все так делают. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы тоже любите копить. мой вам совет, Назринка. Заведите себе карточку, забудьте пароль, просто кидайте туда. Сверху будут капать проценты, и каждый раз вы можете пополнять. Кстати, не реклама, в банку, в Баку есть такая карточка, называется Ballcard Gold. И, в общем, вы можете там копить свои денежки. И на эти денежки еще капает процент. Каждый день мне приходит смс, что на ваши деньги столько-то процентиков накапало. То есть, очень удобно. Если депозит вы поставили в банк, и все, вы не можете его трогать, здесь нет. В любой момент, когда вы хотите, вы можете вытащить эти деньги. И проценты зачисляются каждый день. плюс эту карту можно заказать абсолютно бесплатно. Если положить на эту карту 500 монат, 20 тысяч. А потом сразу же можно вытащить эти деньги. Никакие комиссии не взымаются. То есть, очень выгодная карточка. В общем, я такой человек, я всегда коплю. Не даже сказала историю. моей классной руководительнице я вытащила и дала ей деньги, которые ей нужны на операцию. Потом она мне их вернула очень даже быстро. И была в шоке, как ребенок может накопить столько денег. Сейчас у меня в шоке, как женщина может накопить столько денег, чтобы купить квартиру. у него почему-то у моего парня такое понятие, что женщина это человек, который каждую секунду думает, как можно потратить деньги мужа, как можно все истратить. И он мне всегда говорит, я такую, как ты, никогда не найду, которая копит, думает о будущем, там еще что-то, в чем-то себе отказывает. Я просто советую всем не жить на показуху. Телефоны в кредит. Опять решать вам. Я не имею права вмешиваться в ваше пространство. Я лишь говорю о своем мнении. Для меня покупка телефона в кредит. Если телефон вам на работе не нужен, если вы покупаете, например, камеру, если вы покупаете телефон для работы, для съемок тиктока и так далее, это другое дело. Если вы хотите развиваться именно в сфере интернета. Но если это для вас пассив, просто лишние понты, на вас куча других проблем не стоит. Я согласна, я тоже иногда трачу деньги на ненужные вещи. Например, я купила еще один набор маркеров, хотя у меня он был, но я трачу 20% того, что я зарабатываю. Я все это рассчитываю. Поверьте мне, вам кажется, что я трачу все. Если бы я заработала бы намного меньше, я бы не купила эти маркеры себе. То же самое с машиной. Думаю, какую же взять. Сначала накопила на то, что я хочу, а сейчас думаю, нет. до лета подкоплю и куплю что-то крутое, что прям надолго. Может, даже новую машину можно взять. У меня парень говорит, лучше возьми новую. Будешь аккуратно ездить. Сначала, кстати, парень как раз-таки был за поддержанную машину. потом у него друг купил поддержанную машину и прям мучается. Каждый день какая-то проблема. Каждый день какая-то болячка с машиной. Замучился просто. он как раз-таки купил машину, которую привезли из Америки. Оказывается, она была в смятку, он узнал потом об этом. ну типа хорошая цена, внешне красивая. В машине же не главное, чтобы она внешне была симпатичная. Самое главное состояние органа. Уронила палочку. поэтому я советую, кто не может начать скопить, поставьте себе фикс. За каждый месяц, например, я должна отложить столько до. Считайте, что вы платите кредит. когда я покупала квартиру, по моим расчетам, я должна была купить квартиру в сентябре. У меня до сих пор, кстати, сохранилась тетрадка, где я писала каждый месяц, сколько денег я должна отложить. Но так получилось, что я нашла вариант гораздо раньше. Вариант, который меня устраивал. Все мне нравилось там. И я решила, что лучше не терять этот вариант. Взяла как бы немножечко в долг, немножко в банке кредит, но потом быстренько все это закрыла. Сейчас я никому ничего не должна. Я поела, наела. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Извиняюсь за освещение, несмотря на то, что на улице сейчас 2 часа дня погода пасмурная, нету солнышка, а естественно нету и света нормального. Поэтому как-то так. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.